Итак, ребята, всем привет! Поговорим на тему macOS Sonoma на Hackintosh. Это у нас 11-е поколение процессоров Intel. То есть это Hackintosh Beta 14.0, номер сборки 23A, 5257Q. По скорости работы довольно неплохо, то есть всё открывается быстро, Safari вот. Просто так вот показать, что она быстрая. Я бы даже сказал, она быстрее, чем Ventura. Сразу скажу, что устанавливать я бета-версии не рекомендую, потому что, как правило, все бета-версии сырые, есть даже баги. Даже есть баги. Что касается обоев, мы с вами говорили на эту тему в первом взгляде на macOS Sonoma. Там у нас был мой MacBook Pro. Обои я опять не скачал, хотел посмотреть, какие обои здесь есть. Вообще, по сути своей, очень интересная система, но не такая уж, чтобы вызывала, скажем так, восторг. Восторга, как такового, нет. Просто приятная на вид операционка. С новыми функциями. Ну вот виджеты на рабочий стол. Всё это рабочие. Пожалуйста. Синхронизация с iPhone, виджет контактов даже есть, виджет подкастов. Пожалуйста. То есть, всё это присутствует, всё это работает. На большом экране как-то необычно выглядит, потому что у меня MacBook 14 дюймов всего. А тут сижу, смотрю и в шоке. В таком, как бы, блокировка экрана. То есть, это тоже всё работает, что касается живых обоев на экране блокировки, быстрое переключение пользователей. То есть, всё есть. Всё это присутствует. Обратите ваше внимание, я ещё не сказал. Когда вы переключаете пользователя, допустим, вот сейчас покажу. Я на пользователя нажал, но у меня нет поля ввода пароль. На MacBook'ах, как правило, Touch ID и на всех клавиатурах Apple современных Touch ID. Но есть iMac'и, на которых нету Touch ID. То есть, iMac'и, компьютеры Apple и Хапинтоши. А где нету Touch ID? Есть клавиатура Windows и мышка Windows. А у кого-то есть, как у меня, Apple Magic Keyboard второго поколения без Touch ID. Вот, обойна скачалась новая. И чтобы появилось поле поиска, нужно нажать именно на имя вашей учётной записи. Не на картинку. Потому что вот, я нажимаю на картинку. Вот, я нажимаю. Ничего нет. А если я нажму на имя, появится поле ввода пароля. И мы вводим наш пароль. В целом, система работает неплохо. Но, опять же, это первая бета. И ставить беты я вообще не рекомендую. И так как я вам рассказываю про всё про это, мне приходится это делать. С MacBook'а я уже удалил MacOS 14. Там у меня Ventura 13.4. Релиз, стабильный релиз. То есть, если я ставлю B, то я её потом удаляю. Следующий вопрос. Wi-Fi. Друзья, вы помните, я покупал Wi-Fi Fenway T919 на Алиэкспресс? Я покупал этот Wi-Fi. И он работал Big Sur, Monterey, Ventura. А здесь он не работает. То есть, Apple выпилила. Нагло причём. Пострадало много Mac'ов. А вместе с этими Mac'ами пострадал Broadcom. Модули. Broadcom. Помбо-модули, которые были нативные. Увы и ах, ребята. Но, как бы всё. Скажем так. Wi-Fi пока что пролетает. Мимо кассы. Но, что я могу сказать. Разработчики загрузчика пытаются решить эту проблему. Разработчики пытаются решить эту проблему. Я надеюсь, что в скором времени появится решение по Wi-Fi. В видео я сниму на канал. Будет видео у нас по поводу Wi-Fi на Mac OS Sonoma. Системные требования для новой системы уже были. В видео, которое снято на MacBook. Но мы посмотрим системные требования на сайте Apple. Ещё раз. Mac OS Sonoma совместима с этими устройствами. То есть, если так посмотреть, MacBook Pro 2017, Mac Mini, iMac 2018-17. То есть, очень много компьютеров улетело просто из поддержки. Apple выпустила Mac Pro на чипе Apple Silicon. Но, меня радует то, что Mac Pro 2019 также поддерживается. И будет поддерживаться ещё лет, наверное. Ещё лет 5. Пускай. Потому что, ну, мне по-человечески жаль. Этот дорогой Mac. Они его вот только выпустили. Потом сразу. Мы представляем вам новую платформу. Apple Silicon. И я как-то думал. Простите, ребят. А вы ж выпустили Mac Pro на Интеле вот год назад. Я сейчас говорю про то время, когда было WWDC 2020. Думаю, ребят. Вы только что, буквально год назад, показали Mac Pro на Интеле. И вот к этому всё шло к тому, что Apple будет от Интелов отказываться. Я так думаю. Больше не будет выходить компьютеры Mac на платформе Intel. Новых именов больше не будет. Я вот так думаю. Не знаю. Ну, давайте зайдём в Вентуру. Программы. Запустим Mac Tracker. И посмотрим на компьютеры, которые не поддерживаются Mac OS Anomo. Так. Идём с вами на iMac. iMac 2019 и выше. То есть, раз. Вот, ребята, три iMac'а, которые не поддерживаются. iMac Pro 2017 года. Он ещё поддерживается. Но я думаю, Mac OS 15 он уже не получит. Вот три iMac'а, которые выпилили. А поддерживается вот. Вот это всё. Интеловская. Поддерживается. iMac, начиная с 2019. Mac Pro 2017 года. iMac Pro. Поехали дальше. MacBook Air. MacBook Air 2018 года и выше. То есть, вот. Выпилили MacBook Air. То есть, раз. Два. Три. Вот эти три Mac'а поддерживаются. MacBook Pro. Поехали дальше. Тут, конечно, очень интересно. 2018 год. И как-то вот с MacBook'ами Pro не всё так плохо. Однако, зачем выпиливать вот это вот. Раз, два, три. Четыре. А, нет. Всё. Три. Вот эти три Mac. То есть, грубо говоря, 2017 год он вообще выпилен. Кроме iMac Pro я ничего здесь не вижу с 2017 года. То есть, с MacBook'ами Pro очень даже ничего ещё. М-чипы мы не трогаем. То есть, вот. Компьютеры, которые поддерживаются. То есть, это SMBIUS'ы, которые, хм, с помощью которых можно поставить на ноутбук Mac OS Sonoma. Mac Pro. Ну, Mac Pro, оно и понятно. Один. Одинёшенек. Ну, и Mac Pro 2023 года на Apple Silicon тоже. То есть, их два. Этот и новый. Mac Studio. Это тоже уже Apple Silicon. Этот и новый. И давайте посмотрим Mac Mini. Mac Mini. Так. 2018 год. А, ну вот он один. Он один. Всё. Вы знаете, перечень поддерживаемых Mac'ов на Intel'е довольно скудненький. Настолько, что мне даже жалко. На самом деле, и... Я даже не знаю. Вот. Что касается загрузчика OpenCore. Что касается загрузчика OpenCore. Так. Давайте откроем PlistEdit Pro. Тут этих программ просто нету. Они все на винтуре. Поэтому я их запускаю из той системы. Давайте смонтируем Ефи. Одну секунду. Давайте монтируем. Что касается конфига. Давайте я сделаю чуть-чуть, чтобы он... Шрифт был немножко получше. Чтобы было лучше видно, скажем так. Ну, это, конечно, слишком большой. Пускай будет такой. По сути... По сути, здесь ничего не менялось. Конфиги. Всё то же самое. Что я сделал для себя на 11-м поколении? Первое. Это я сходил в Enveram. Я как обнаружил, у меня было... К сожалению, PCI Configuration Begin я сделал. NPCI 0x3000, CapSims 1, Debug 0x100 и PCI Root UIT равно 1. Легной и ГПО это для графики, чтобы отключить встройку. Итак, что касается саномы. Lilloo Beta All. Обязательно. Для девелопер бета-версии обязателен Lilloo Beta All. Вот, собственно, и всё, что нужно сделать в OpenCore. Также владельцы 11, 12, 13 поколений компьютеров Intel. Ещё один момент. Компьютер уходил в панику ядра, когда запускалась установка MacOS. Я дружу с разработчиками. И мне посоветовали сделать следующее. Зайти в Kernel. Где этот кекст у нас? Вот он, этот кекст. На него ругалась Monterrey. Уходила в панику при обновлении, при запуске с флешки. Указать минимальную версию ядра. Мне посоветовали. И Memory Panic Stack Hot. Ошибка пропала. То есть, программа установки ругалась вот на этот кекст. У кого 210 интернет, то есть, Intel 210. Указываем версию ядра 22.00.00. И всё будет хорошо. Вот такие вот вещи, я хотел сказать. Не всё так плохо. Со мной она ставится с первого раза, сразу. У меня она стоит второй системой. Но я так думаю, что покажу, как поставить начисто. Но я не буду трогать Вентуру. Мы просто поступим следующим образом. Возьмём флешку, запишем образ. И запустим эту флешку как чистую установку. И создадим второй раздел. На нашем SSD накопителе. И будет считаться как чистая установка системы. Как-то так. Если ролик понравился, ставим лайк. Подписываемся на канал. Вступаем в Discord-сообщество. Ссылочка будет в первом закреплённом комментарии. Также есть в описании YouTube-канала. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok